9 декабря, 18 лет назад, на саранской сцене выступали именитые Ивар Каллендж и Евгения Симонова. Премьера спектакля «Жизнь налаживается» состоялась в январе 2003-го в Сиэтле. К концу года его уже успели посмотреть во всех центральных городах Америки и странах ближнего зарубежья. А теперь пришла пора порадовать российского зрителя. Тем более, что он душевнее и отзывчивее заграничного. В Америке все так очень подозрительно смотрят всегда на приезжих. Они все время думают, что их обманывают. Они так очень подозрительно смотрят, их немного, они неохотно смеются. А у нас, конечно, зритель более радушный. В том же 2003-м наши новости рассказывали о полезной находке. Мордовские геологи открыли новое месторождение качественной артезианской воды близ села Пермиси Березняковского района. Чтобы скважина заработала, потратили 8 миллионов рублей. А еще именно в этот день на Советскую площадь привезли главную елку республики. Тогда традицией было ставить живое новогоднее дерево. В 2004 году высота елки была 27 метров. Годом позже, 9 декабря, в Саранске такие похожие и разные. Одновременно главные герои новогодних праздников соревновались за звание «Лучший Дед Мороз». Показывали, кто и как умеет общаться с публикой. В этот день, в 2009-м, на Советской площади замминистра МВД Мордовии награждал четверых слесарей 27-го дома управления за то, что они сделали работу за его подчиненных. Пойдем с планерки, навстречу, ходит женщина, кричит, что ловите, сумку украли. Мы повернулись в сторону, оказывается, молодой человек бежит с сумочкой. Мы следом за ним побежали. В 2010-м в этот день государственный ансамбль песни и танца у Марина праздновал свое 70-летие. Заслуженные артисты искренне гордились своей работой и подрастающей сменой. Когда я пришла, я была молодой, а сейчас я уже 40 лет на сцене, уже у нас молодежь. И я хочу сказать, у нас неплохая молодежь, голосистая, талантливая. И мне кажется, у них будет будущее. Я рада за них. Годом позже в этот день местом сбора экстренных служб стал мост в Елге. Накануне ночью 34-летний водитель Мазда не справился с управлением, съехал с моста. И спасать, в общем-то, было некого. При обследовании данной машины внутри салона автомобиля был обнаружен труп. То, что случилось в этом году несколькими днями раньше, в 2016-м Людмила Кусерова сообщила 9 декабря. В общественном транспорте проезд должен был подорожать на 1 рубль. По традиции, с нового года. Стоимость проезда в троллейбусе будет 16 рублей. В автобусе с общим режимом движения также 16 рублей. И в экспрессе 17 рублей. А в прошлом, 2020-м, в этот день Павел Степаненко принес горожанам хорошую новость. Традиционные ярмарки, несмотря на все противопандемические ограничения, все же решили вернуть перед новогодними праздниками. Конечно, не в таком масштабе, как раньше, но все же. Привычной масштабной торговли с перекрытием улиц и изменением движения общественного транспорта не будет. Покупателей ждут на площадках, где обычно проводят ярмарки выходного дня. Таким было 9 декабря в разные годы работы 10 канала. Светлана Лашина, Наши новости.